Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья. И сегодня я начинаю снимать свой очередной влог. Давно, девчонки, у меня не было влогов. Но поскольку не хватало просто времени на съемку, но сейчас маленько подразгрузила я все свои домашние дела. И думаю, что у меня получится, ну, может быть, не каждый день, но хотя бы через день снимать и показывать вам свои новости, свои продвижения и немножечко с вами поболтать. Соскучилась я уже по видео, конечно. Летний период дает о себе знать, да, и удача, и, в общем, куча разных дел летом, как правило, у всех. Сегодня 27 мая, понедельник, утро, и вот я начинаю, как бы, первую часть своего влога. Так, сразу хочу, девочки, вам сказать огромное спасибо по поводу предыдущего видео. Рандомное вязание я отснимала такое видео пробное. И, ну, наверное, может быть, два или три комментария всего лишь было таких, ну, не совсем, как бы, приятных, да, для меня. Ну, я постаралась внимания не обращать. Но все остальные комментарии, девочки, огромное вам спасибо. Столько всего вы мне понаписали приятного. Я там в рандомном вязании болтала с вами, рассказывала немножечко тут, ну, свои семейные такие дела, и про погоду, и про домашние какие-то дела, да. Ну, и, в общем, вы тоже мне много всего в ответ написали. Очень интересно было почитать, пообщаться с вами. Огромное вам спасибо. В общем, я поняла, что такое видео вам понравилось. Мне, в принципе, тоже понравилось такое видео снимать. Поэтому, ну, как бы я не говорю, что это будет у меня постоянно, такие видео выходить. Но периодически я все-таки планирую такие видео выпускать. Тут по мере возможности, да, как будет время, поскольку там нужно несколько дней подряд снимать и не отвлекаться. Поэтому, как только я буду видеть, что у меня выпадают такие деньки свободные, я буду такие видео снимать. Ну, и, конечно же, в промежутках буду снимать влоги и мастер-классы. Так, значит, по работе за выходные дни. В субботу я ничего не вязала, поскольку я тоже там в рандоме говорила, мы сажали картошку. В общем, вот мы отсадились, девчонки. Слава богу. И вчера, в воскресенье, с утра мы ездили в город, и с обеда я хорошо потрудилась. Я довязала детскую кофту. Единственное, сегодня с утра я здесь прятала все кончики уже и пришила пуговички. Я говорила, что она у меня сейчас в приоритете, поскольку ребенку нужна срочно новая кофточка старая, пришла в негодность. И поэтому я все силы бросила на вязание вот этой кофточки. Кофта довязана, девочки. Все, мне осталось ее единственное постирать. Сейчас этот кусочек влога сниму и пойду ее стирать. Так, видно в кадре вам? Видно. Вот такая кофтейка. Кофтейка опять слово. Кто-нибудь придерется обязательно к слову кофтейка. Кофточка детская. Вот такая получилась. Очень симпатичная. Не знаю, мне понравился, как здесь лег этот узор. Единственное, девчонки, знаете, если кто будет вязать, вот смотрите, я когда... Так, чтобы вам было видно, заглядываю в камеру. Когда этот узорчик я дошла вязать до проймы, дальше здесь подрезики сделала, 5 петелек. И мне нужно было, наверное, вот эти подрезики, после подрезов, да, петли вот эти вот тоже вывязывать узором, чтобы как бы, вот когда она смотрится по передней, по переду, перед кофты, чтобы просто вот по единым полотном, возможно, получилось узором все, да. То есть на 5 петель продлить этот узорчик дальше нужно было. Ну, в принципе, я на ребенка мерила, смотрится довольно симпатично и вот в таком варианте. Тут у меня просто немножко неровно лежит. Здесь больше, здесь меньше вот этот зазорчик. В таком варианте тоже смотрится отлично. Поэтому, смотрите, если будете вязать, то можете либо так же сделать, потому что много было вопросов по этой кофте. Много кто хотел такую же связать. Давайте напомню пряжу. Вязала из Нака Бомбина Марвел. Здесь 25 шерсть, 75 акрил. Номер цвета 9009. В 50 граммах 130 метров. И вязала на спицах номер 3. Всю кофту. То есть и все резинки, и саму кофту, узор. Все на спицах номер 3 девочки вязала. Так, по расходу я забыла измерить. По-моему, где-то около 200 грамм. Измерить, говорю, взвешить, девочки. Конечно же взвешить. Давайте сейчас я ее взвешу и включусь, вам скажу. Так, взвешила ее. Ушло у меня 190 грамм, девочки. Вот от четвертого моточка у меня немножечко осталось. Это на возраст нам сейчас 3,2 года. Так, давайте еще по расчетам скажу. Тоже мне задавали уже по ней вопросы. Быстренько пробежимся. На горловинку набирала 86 петель. И дальше распределила петли следующим образом. На регланной линии пустила по одной петле, на рукавчике по 10, спинка 24, и перед полочки по 13, и планочки 5 петель, и плюс 1 кромочная на каждую. Когда я вывязывала росточек, на рукавчиках распределила петли 3, 3, 3 и 1. Ну и вот, в принципе, кто вяжет, девочки, да, поймут схему. То есть, связала горловинку, потом я после того, как вывязала резинку 2х2, здесь, так, видно вам, ага, один ряд прошлась просто изнаночными. Ну, вы хотите так делать, и хотите вообще не делать этот ряд тут. Тут как вам понравится больше. И, значит, всю горловинку связала, распределила петли, все маркерами разметила, и пошла вывязывать росточек вот с этого места, вот отсюда, и пошла туда-сюда, туда-сюда. Ну, кто вяжет, девочки знают, да? Так, значит, вот следующим образом распределила петли. Теперь по размерам еще тоже спрашивали, по размерчикам давайте скажу. Она у меня сейчас не постиранная, девочки, но я думаю, что эта пряжа, я вязала из нее комплект дочки, да, шапка с шарфиком, она не сильно растянулась. То есть, она не сильно тянется, поэтому я вам сейчас скажу то, что у меня получилось. Значит, по ширине, вот полностью она вот так разложенная, получилось 31 сантиметр. Значит, высота от самой верхней точки и до низа резинки, так, сейчас вам скажу, девчонки, 41 сантиметр. Ну, длину, конечно, вы тут можете сами регулировать. Рукавчик до резинки по внутренней стороне, так, вот отсюда, 19,5 сантиметров, 19,5-20 вот где-то до резинки, вот эта внутренняя часть. Внешняя от резиночки, только один рукав, если берем, от резинки до манжета рукава 33 сантиметра. И манжетик я сделала 4,5 сантиметра. Так, ну, вот, наверное, основные, да, такие моменты. Ширина рукава, давайте скажу. Ширина рукава получилась 12 сантиметров. Убавки я, смотрите, делала, у меня здесь всего провязалось 65 рядов до резиночки, и я сделала всего три раза убавки. Десять рядов прошла, две петли убавила в начале и в конце ряда. Через десять рядов еще две, через десять рядов еще две. И все, я пошла дальше вязать. Я хотела, чтобы рукавчик был широкий. Мне так, как-то вот в этой модели больше так захотелось. И здесь я потом убавляла петли. Значит, на спицах у меня оставалось, по-моему, по... Ну, когда уже тут набрала полностью петли, с подрезика, да, тут вот эти дырочки, чтобы не было, петли все подняла, провязала у меня, было по 28 петель на каждой спице. То есть, в круговую вязала способом Magic Loop две спицы, и на каждой по 28 петель. И я убавила по 10 петель на каждой спице, то есть, по 18 петель. Всего 36 петель, в общем, на резиночке. 36 петель вот здесь. Так, вот этот еще момент можете спросить. Дальше, вот здесь, когда до низа довязала, до резинки, девочки, я забыла записать, сколько я здесь убавила петель, чтобы вязать резиночку. Вот совершенно забыла этот момент записать для вас. Ну, тут смотрите уже сами. Вот связали полотно, посмотрите по вашему ребенку. У меня доча полненькая, младшая. Поэтому я тут немного, помню, петель совсем убавляла, потому что, ну, ей, как бы, вот эта вот ширина нормально будет на попе. Вы смотрите по вашему ребеночку. Если худенький совсем ребенок, ну, побольше убавьте. Тут, я думаю, вы справитесь сами. Ну, в общем, вот по спинке просто вся лицевая гладь вот идет. Вот такая ковтеечка. Вроде как все рассказала. Если что-то забыла, пишите в комментариях, обязательно отвечу. Скажу. Значит, готовая работа. Очень рада, что я ее довязала. Слава Богу. Доча моя с кофтой, с новой, девчонки. Так. Еще хотела вам рассказать. В рандоме я вязала шапочку. Сейчас я ее возьму, расскажу. Там у меня казус один произошел. Я вообще не пойму, в чем дело. Вот, девочки, шапочка, которую я начинала вязать в рандомном вязании. Как сказать, поперечным вязанием, да? Шапка Бенни. По своему мастер-классу вязала полностью. Все, набор петель, все, те же спицы, все, все, все. Так, давайте здесь скажу вам по пряжах, кто не смотрел рандом. Нака Арктик 4660 акрил. Цвет номер 6070 коричневый. И здесь 100 граммах 100 метров. Вяжу на спицах номер 5. И знаете, что, девчонки, у меня тут произошло. В общем, это вот она, шапочка моя, которую я уже относила в сезон. Я говорила, что с ней ничего не случилось. Все, она вот в идеальном состоянии. Все отлично. Осталось только постирать. Немножко, конечно, выбился пушок, немножечко в процессе носки. Но его практически не видно. Она как новая. Постираю сейчас и оставлю ее до осени. И значит, вот на эту шапку у меня ушло практически моток. И немножечко даже осталось пряжи. Где-то вот, вот как сейчас в коричневой, где-то вот так же осталось у меня вот этой пряжи. Значит, вязала вот эту шапку полностью. Еще раз повторюсь по своему мастер-классу, девчонки. Значит, вот эти вот клинья, которые я вывязываю, здесь, по-моему, 16, если я не ошибаюсь, этих клиньев. Сейчас у меня вывязано 14. Я связала 14 и вижу, что-то не то. Она узкая. Понятно, что она узкая, но пряжи-то остается, смотрите, 5 грамм. Я взвешивала вот здесь 5 грамм. И я ничего понять не могла. Пересмотрела еще раз мастер-класс. Пересчитала петли. Все то же самое. Даже вот так вот, если прикладывать. Вот. Ну, вот они. Вот один клин, да? И вот здесь один. То есть, вот они, получается, два клина, которые мне нужно было, да, вязать. Ну, у меня, естественно, вот этой пряжи на два клина, девочки, не хватит. Я, в общем, взяла весы и стала взвешивать эту шапку. Ну, и что вы думаете? В мотке получается меньше 90 грамм. То есть, не 100-граммовый моток. Новый, абсолютно купленный был моток. Он не 100-граммовый, а меньше 90 грамм, девочки. В общей сложности. Ну, вот с этим остатком, если брать. Меньше 90 грамм. Я первый раз, конечно, в жизни с таким сталкиваюсь. Я никогда не перевешивала, не взвешивала моточки перед тем, как начинать вязать. Но для тех, кто будет, вот, девочки, вязать со мной вот эту шапку к осени, да? К осени. Имейте в виду, допустим, такую же пряжу на Каарктик будете брать. Вы тогда предварительно взвешиваете его. Смотрите, сколько там граммов. Раз, ну, видите, вот такая вот ситуация неприятная. И теперь, не знаю, что делать. Придется, наверное, мне докупать один моточек, ну, чтобы довязать. И что там у меня останется, тогда остаток тоже вот. Вот и думаю. Сейчас пытаюсь подобрать из остаточков, из своих, что-то подходящее. Но у меня есть цвет, прям один в один я сыну шапку вязала. Но она тоньше, прилично тоньше. Если только ее пустить в две нитки и сделать... Вот этот шовчик, он же будет сзади, когда она сошьется. И если это все дело пустить сюда, как бы сзади получится вот эти два клина, да, из другой пряжи. Может быть, конечно, и не будет это заметно. В общем, хочу попробовать. Если получится. Если будет аккуратно все, я вам обязательно это покажу. Ну, вот здесь, конечно, ряда два-три у меня еще будет. Вот с этого остаточка, естественно. Ну, и плюс вот те ниточки. И поэтому, девчонки, вот, если что, обращайте внимание, оказывается, вот такое бывает, что в мотке не 100 грамм, как заявлено, да, а намного меньше. Потому что я, ну, как бы так обрадовалась, что как раз вот на такую шапульку на меня получается один моточек. Очень экономично. И, как бы, шапка сейчас это у меня самая любимая. Думала себе таких шапочек тоже навяжу разных на следующий год. И там, допустим, разные шарфики, там платки какие-то наши, тот же снудик разных цветов. Можно будет менять комплектики, да, носить. Но она мне действительно очень нравится, как она на мне смотрится. И она очень теплая, непродуваемая. Для нас в Сибири это очень важно. Подклады я не хочу никакие. Мне не нравятся подклады. Ну, как бы детям, конечно, делаю, а лично мне не нравятся. И поэтому я вот немножко подрастроилась. Теперь, если буду эту пряжу покупать, обязательно буду перевешивать моточки и смотреть. Уже потом только начинать вязать. Поэтому, девочки, вот такая неприятность. Отложила я этот пока процессик. Тоже полотно получается очень теплющее. Оно монолитное. Я уже показывала. Без дырочек, без всего. Классно вообще. Особенно вот на осень холодную. Вообще красота. Конечно, на мороз, на какой-то, ну, морозы, да, допустим, у нас в Сибири. Ну, не оденешь, будет холодно на зиму. Я себе что-то другое буду думать. А вот так вот на весну-осень отлично. Просто отлично. Я тут пока все это дело себе оставила. Тут все писала, где сколько рядов, что, кого. Сколько петель, да. Все это себе сейчас пока положила, буду думать. И попробую я с теми ниточками довязать. Ну, там оттенок практически, да, он очень близок вот к этому. Может быть, в две ниточки, кстати, и не будет сильно заметно. Ну, что там сзади клин, может быть, это и не будет даже плохо выглядеть. Не знаю, девчонки. Попробую. Так, значит, на сегодня, наверное, это все. Пока новостей больше у меня никаких не было. Кардиган я не двигала, поскольку еще ничего не успела. И что у меня там еще, девочки? А, у меня еще процесс. Тоже в рандоме я показывала. Коврик маме вяжу в подарок, да. Из остатков пряжи. В общем, остатки пряжи свои расходую. Кому интересно, можете в рандоме посмотреть. Вяжу коврик овальный, наподобие бабушкиного квадрата. Значит, коврик тоже не двигала, хотя нужно тоже этим заняться, поскольку нужно уже в скором будущем маме подарить этот подарочек, этот коврик. Поэтому, девочки, на сегодня это все. Сегодня я, скорее всего, буду продвигать кардиган и, может быть, еще коврик, да. Буду, наверное, чередовать то-то, то-то повяжу. У нас сегодня холодина на улице. На дачу я не пойду. Там делать нечего. Сегодня, представьте, опять плюс 4 с утра было. Пока в сад пошли, мы так замерзли все. В общем, опять холодина. Ну, смотрели новости, обещают, в Западную Сибирь резкое потепление. Очень надеемся, что так оно и будет. Ладно, девочки, все наболтало уже тут. На приличное, конечно, прилично, сколько наболтало по времени, точнее. Буду сегодня с вами уже прощаться. И постараюсь подключиться завтра, показать вам свои продвижения. Пока-пока. Девочки, всем доброе утро. Сегодня среда. Вчера не стала снимать, поскольку информации было не очень много. Поэтому решила снять в среду и в пятницу, наверное. И в пятницу закончу этот влог. То есть, получается, 3 дня за неделю. Поскольку в промежутках еще занимаюсь и дачными делами, да, огородом. Поэтому, вот, что получается, то вяжется у меня, то продвигается. Сейчас шла с детского садика. У нас здесь, девочки, расцвела черемуха. Немножечко вам кусочек ставила. Не смогла пройти мимо. Очень люблю, когда цветет черемуха. Просто невероятный аромат. Стояла, не могла надышаться, пока снимала. У нас были холода. И, наконец-то, пришло потепление. Второй день. Сегодня уже обещают до 27. Для нас это, конечно, девчонки, такой праздник. Поскольку мы уже просто устали от холода. Немножко все, смотрю, стало оживать у нас на огороде. Все зеленеет, да. Цвет набрала уже Виктория. Поэтому, как-то даже радостно на душе. Так, значит, давайте по моим продвижениям и по новостям. Сейчас я вам вставлю сначала кусочек. Отсняла отдельно видео. Я вязала вчера коврик для мамы. Кто смотрел рандомное мое вязание, я там рассказывала, что я вяжу в подарок маме, ну, такой как бы сюрприз, да, коврик прикроватный. У нее тот стал старенький. И, в общем, она тут как-то мне говорила, что нужно будет подумать, какой-то коврик перед кроватью. А я увидела у Маргариты Герасимовой на канале. Как раз она показывала коврик. Знаете, как раньше наши бабушки вязали прикроватные коврики разные. Ну, не только прикроватные, а вообще коврики в дома. Моя бабушка постоянно вязала, у нас везде эти коврики лежали. И, в общем, я думаю, что маме будет очень приятно, как бы раньше мама ее вязала, да, такие коврики везде у нас были. Но она не всегда, конечно, с пряжей их вязала. Помните, раньше разрезали разные остатки ткани. И вот с этой ткани, как бы, крючком вязали вот эти коврики. Но бывало, что и с какой-нибудь старой пряжи тоже она вязала. И я думаю, приятно будет, если сейчас доча для нее тоже вот такой, как бы, коврик свяжет ностальгический, да. Поэтому вяжу такой, девчонки, коврик. Сейчас вам кусочек ставлю, посмотрите. Мастер-классы, еще раз я там говорю уже, еще раз скажу, не будет, меня просили. Ну, поскольку мне второй такой не нужен, а как вязать, я там расскажу. Как Маргарита Герасимова рассказала, я вам по ее словам тоже расскажу. И, в принципе, я начала вязать, у меня все получилось. Поэтому давайте сейчас включу, посмотрите, и потом мы здесь снова с вами встретимся. Вот такой коврик у меня, девочки, вяжется. Кто смотрел рандомное вязание, я его уже показывала. Я там его вязала, продвигала. И, в общем, за последние дни я провязала. Так, давайте покажу. Не помню, наверное, раз, два, три, четыре, пять рядов, что ли. Или четыре, или пять рядов. Но он уже такой довольно большой получается, поэтому один ряд вяжется не очень быстро. У меня просили девочки мастер-класс по этому коврику. Но, девчонки, мастер-класса не будет, поскольку второй такой я вязать точно не буду, мне он не нужен. Этот я вяжу, напомню, для своей мамы в подарок. И заодно, как бы, утилизирую свои остатки пряжи. Я вот в рандомном вязании рассказывала. То есть, поэтому, как бы, мастер-класс я снимать не буду. Но я могу рассказать, в принципе, как я его вяжу. Так, девочки, сейчас я телефон удобнее возьму. Снимаю на телефон на полу, чтобы, как бы, во весь рост уже было его видно. На столе, как бы, ну, только кусочек, да, можно показать. Хотелось уже показать весь размер, какой он у меня получается. Так, ну, что хотела сказать. Я такой коврик увидела в одном из видео Маргариты Герасимовой. И она там рассказывала принцип, как она его вязала. И, в общем, благодаря ей мне тоже такая идея в голову пришла, что мне нужно маме такой коврик срочно связать, подарить. И, в общем, вяжется он по принципу бабушкиного квадрата. То есть, крючком, да, кто не умеет вязать бабушкин квадрат, можете на ютубе, на том же мастер-класс, посмотреть, как вяжется. Вот эти вот, ну, вот эти сами, вот эти вот переходики, да, штучки. Сам принцип, как вот вяжется бабушкин квадрат. Вот, ну, здесь просто разница в том, что он овальный получается. И, в общем, она тоже там рассказала в видео, как она вязала. По ее принципу я начала вязать. Смотрите, начинается вязание вот с центра. Здесь, конечно, у меня еще все так борется, но после стирки это все будет хорошо. Набрала 10 воздушных петель, цепочку из 10 воздушных петель. Дальше, так, дальше, девочки, сейчас вспомню. Дальше я провязала по кругу столбики с накидом, по-моему, и начала уже вязать бабушкин квадрат. Вывязывать вот эти вот, да, по 3, как бы, столбика с накидом из петли. В общем, и получается, что, как бы, вот он идет овал, и по ходу вязания я уже смотрела, так же, как Маргарита говорила, смотрела, где мне нужно вот здесь вот добавлять. Именно вот по этим краям, чтобы у меня, ну, небольшое расширение шло, да. Где-то между добавляла, где-то вот в 3, допустим, где-то вот здесь, наверное, нет. Так, не увижу, где. Сейчас уже, видите, практически незаметно. Где-то, в общем, между добавляла вот эти вот 3 столбика с накидом. Где-то по 4 провязывала столбик с накидом. В общем, смотрела уже тут просто по ходу вязания, смотрела, как, как получается. И он у меня, знаете, получался сначала такой, прям совсем вот такой вот каплей, острые такие углы, и я стала чаще добавлять по 4 столбика с накидом именно вот по краям, да. И он более такой закругленный здесь по краям стал получаться. Ну, уже довольно большой, но еще нужно вязать. Я его прячу от мамы дома, убираю, если она к нам в гости приходит, поскольку это будет подарочек ей. Она такие коврики любит. У нас раньше бабушка вязала вот такие вот коврики, только круглые, да, постоянно у нас они кругом были. Ну, я думаю, маме будет приятно, что ей мама вязала вот такие коврики. Теперь я ей такой коврик подарю. Ей как раз кровати просто нужен срочно коврик. Вот, девчонки, и утилизирую свои остатки пряжи. Уже довольно прилично утилизировала, у меня накопилось 2 пакета, ну и, в общем, здорово, что я смогу эти остаточки все израсходовать. Ну, вот такой вот коврик получается. Итак, вот такой ковричек у меня вяжется, конечно, еще он маловат, побольше нужно вязать. Ну, думаю, что в ближайшее время я его довяжу и маме подарю. Значит, что еще у меня продвинулось? Продвинулся у меня еще кардиган. Кто не видел, вообще не знает, о чем я сейчас, я вяжу кардиган свой, долгоиграющий, девчонки, да. Я его перевязывала, то есть первый раз связала, здесь пустила 2 лицевые петли, для тех, кто, допустим, друг также задумает вязать. 2 лицевые петли отделила планочку, и у меня вот эта вот часть всегда вот так загибалась. Мне это очень не нравилось. Даже, я думаю, и стирка это бы не исправила. Мне девочки писали, что лучше либо перевязать, либо что-то другое придумать. Ну, в общем, я распустила полностью все. У меня было уже связано где-то, ну, вот так вот точно, наверное, было связано. Ну, что сделаешь? Кто не распускает, тот не учится, да, тот не набирается опыта. Поэтому ничего страшного, я распустила и перевязываю. Просто платочной вязкой и сделала по краю айкорд. Все, он будет у меня весь идти платочной вязкой. Я тут увидела в интернете кардиган платочной вязкой, простой совершенно. По-моему, регланом снизу, если не ошибаюсь, вот сейчас не вспомню. И сверху вот эти вот планки, полочки, да, идут, они как бы идут по прямой, ничего не сокращая. Это единственное, вверху, где горловина, уже прям практически вот здесь вот вверху, да, небольшое закругление делается. И вот эти вот, как лацканные, как их сказать, да, просто вот так вот откидываются. Можно на две пуговицы вот здесь их пришить. Ну, как-то, не знаю, смотрится довольно интересно, но посмотрю. Может, конечно, еще передумаю, но мне кажется, неплохой вариант должен получиться. Поэтому вот на такой стадии сейчас у меня кардиганчик. Движется он у меня медленно. Не знаю, почему. Может быть, потому что платочная вязка плюс еще большое количество петель набрано на спицах. Ну, и время, все время, да, у нас, как всегда, все упирается во время. Так, значит, по кардигану это все. И что еще у меня новенького? Так, девочки, что еще новенького? Я получила посылку с интернет-магазина Мир Вышивки. Возможно, вы уже это видео успели посмотреть на моем канале, если как бы ничего не случилось, и оно должно было выйти первым. Если нет, сейчас немножечко вам расскажу. Пришла мне большая посылка с интернет-магазина Мир Вышивки. Очень много интересной пряжи, много новой для меня. Значит, сейчас вам расскажу вот конкретно про эту пряжу, поскольку она будет первая в работе. А остальной пряжи вы можете посмотреть, ну, уже в том ролике, да, если он уже вышел. Я вам сейчас ссылочку на него оставлю. Внизу под видео я вам оставлю ссылочку на промо-код. По этой ссылке вы получите скидку 10% на первую покупку. Если вы уже даже что-то приобретали в этом интернет-магазине, вы можете на кого-то из родственников оформить и получить вот эту скидочку. И также оставлю ссылку на сайт Мир Вышивки. Все будет внизу под видео в инфобоксе. Заходите, смотрите. Меня очень часто спрашивают, где я приобретаю пряжу. Ну, вот, девочки, теперь могу смело вам рекомендовать вот этот интернет-магазин. Действительно, он мне очень понравился. Так, давайте перейдем к пряже. Два вида пряжи. Точнее, это один вид, только два оттенка, да, разных. Заказала именно вот то, с чего сейчас начну вязать. Мастер-класс снимать. Это пряжа, так, вот они у меня, две упаковочки, значит, пришли по 10 моточков. Всем нам знакомая пряжа Газал Бэби Катон. Кто не знает, повторюсь, 40% акрил, 60% хлопок. Здесь у нас в 50 граммах 165 метров. Номер цвета. Так, вот этот у меня идет молочный. Я хотела заказать белый цвет для маечки летней. Но белого не было в наличии, к сожалению. Понятно ли, это самый ходовой такой, наверное, цвет. Взяла молочный. Номер цвета 34-37. И второй цвет. Малина называется 34-15. Я вам говорила, что хочу связать и снять мастер-класс на летнюю маечку с круглой кокеткой. Меня давно просили такой мастер-класс, именно вот с круглой кокеткой. И будет, девочки, такой мастер-класс. В ближайшее время, буквально, наверное, сегодня, либо завтра начну вязать образцы, делать расчеты и приступлю к этому мастер-классу. Вот единственная у меня загвоздка. Не знаю, какой цвет выбрать для такой маечки. Либо молочную будем вязать, либо малиновую. Часто мне пишут, что лучше снимать мастер-классы с светлой пряжей. Но вот смотрите, на светлом фоне, допустим, с малиновой пряжей, я думаю, тоже будет все прекрасно видно. Поэтому сегодня подумаю, какую взять. Я буду вязать две маечки, может быть, даже будет два мастер-класса. Посмотрим. Пока я как бы в раздумьях. Ну, по одной точно я уже определилась. Единственное, вот какой цвет нужно будет мне подумать. Как-то мне больше, вот не знаю сейчас, к душе малиновый цвет. В последнее время мне родственники говорят все, что вот такой цвет мне к лицу. И как бы идет. Поэтому, может быть, на лето что-то такое яркое я и свяжу. Так, значит, две упаковочки этой пряжи. Ну, не знаю, сколько тут по расходу будет. Даже примерно не могу пока сказать. Девочки, я с этой пряжей буду работать впервые. Как ни странно. Я знаю, что все с нее давным-давно уже вяжут. Но как-то у меня вот не сложилось. Не приобретала я пока я такую пряжу. И, в общем, очень хорошие, конечно же, отзывы всегда о ней. Решила попробовать. Поскольку, ну, лето надо что-то такое хлопковое, либо полухлопковое вязать. Поэтому остановилась вот на этом полухлопке. Сегодня постараюсь отвязать образцы, начать делать расчеты. И, может быть, уже завтра с утра начну снимать мастер-класс. Так. Поэтому, вроде как, все. Что еще, девочки, новенького у меня на сегодня? Наверное, больше ничего. Сегодня, значит, займусь тогда я образцами. Сегодня мне нужно повязать еще немножко кардиганчик. И насчет коврика не знаю. И встретимся тогда, наверное, уже мы в пятницу. Покажу вам все свои продвижения, все расскажу, все новости. И в пятницу закончу этот влог. Ладно, на сегодня тогда, девочки, всем пока-пока. Девочки, всем добрый день. Сегодня уже пятница. И сегодня я хочу этот влог закончить. Расскажу вам свои новости, продвижения. И, наверное, сегодня влог закончу, смонтирую и выложу на канал. Вчера, в четверг у меня был, ну, что-то получился такой очень загруженный день. И практически не вязала. Вчера я провязала, наверное, ряда три. Два или три, забыла. Коврик для мамы. Но я вам его показывать не буду, доставать уже. Ну, там что-то показывать, в принципе, два-три ряда. Потом дальше, уже позже, в следующем влоге, наверное, вам покажу. И что? Ну, еще расскажу, что начала вчера. Вчера я получила свою посылочку долгожданную с Алиэкспресс. Думали, что она уже потерялась, потому что два месяца ждала. Если не больше. Даже, наверное, два с половиной месяца назад я заказывала. В общем, заказала пуговицы. Вот такие пуговички пришли. Мне они очень нравятся. У меня, вы, наверное, видели, да, уже на комбинезонах, на детских, обычно вот такие пуговички я использую. И у меня там, по-моему, осталось две или три всего. Я думаю, что сейчас, либо летом, либо ближе к концу лета, начнут комбинезоны такие заказывать. У меня уже спрашивали. Поэтому нынче заказала я на этот раз два вида. Вот эти мне очень понравились. Так, наверное, плохо видно, вам не знаю, девочки. У нас сегодня очень пасмурно на улице. В общем, коричневые пуговицы. И они как по кругу вот так рифленые. Но очень красивая текстура. Сейчас давайте попробую одну достать. Может быть, лучше будет видно. Вот такие вот пуговички. Не помню, какой диаметр заказывала. Они такие немаленькие, среднего размера. Так, сейчас попробую вот эту достать тоже. И вот такие деревянные. И те, и те. В общем, заказала для комбинезонов. Очень рада, что они все-таки до меня дошли. Думала, что посылочка потерялась. Но вчера извещение пришло. Я дочке говорю, быстрее беги на почту и получай. Интересно, что там пришло. Потому что еще одна посылочка там должна была нам прийти. Ну, в общем, она принесла пуговицы. Я очень была рада, конечно, этому. Так, значит. Посылочку вчера получила. И вчера я еще начала вечером вязать. День был, как говорила, уже загруженный. Начала вязать я топ, девчонки. Как вам и обещала. Так, чтобы в кадр у нас тут все поместилось. Сейчас раздвину. В общем, решила я все-таки вязать из малины. Не знаю. Вот охота мне какого-то яркого настроения. Какое-то, не знаю, чего-то такого. Видимо, что близится лето. И у меня какие-то яркие краски все-таки ближе сейчас мне, чем какие-то бледные молочные. И, в общем, начала вязать я топ. Вот это будет перед. В общем, вот такая красота получается. Очень мне нравится. Я вязала этим узором. Точнее, ну, вот эту круглую кокетку вывязывала на кардигане. Кардиган ландыш у меня на канале есть мастер-класс. Единственное, там я вязала поворотными рядами. Здесь у меня по кругу вязание идет кокетки. Но в мастер-классе это все, конечно, вам покажу. Горловинку, в общем, сделала два ряда, по-моему, я провязала резинкой. Но вот она смотрится вот так не очень. А когда одеваю на себя, примеряю, вот это все растягивается и довольно симпатично. Ну, мне кажется, нормально. В принципе, здесь можете начать вязать любым способом. Итальянским набором набрать петли, либо там еще какими-то, ну, всевозможные. Можно зубчики сделать. Много разных вариантов, как набирать горловинку. Можете в ютубе посмотреть. Можете также, кто будет вязать резиночкой два на два. Ой, один на один два ряда. И вот такая вот кокеточка вяжется. Очень мне нравится, что получается. Единственное, мне кажется, что нужно было взять спицы под меньше. Я вяжу на тройке с половиной. Надо было, наверное, троечку мне все-таки взять, поскольку, ну, вот смотрите, очень дырчатое полотно получается. Я не люблю, чтобы верх был очень такой дырчатый, ажурный. Ну, чтобы сильно белье просвечивало, да, как-то, как-то некомфортно маленько бывает мне. Но не знаю. В принципе, вот доча показала, да, на себя примерила. Она говорит, ну, мама, вроде как все здорово, не особо там что-то просвечивается. Может быть, так и оставлю. Я сейчас провяжу еще, наверное, раппорта два вниз. Сейчас примерю и уже буду решать. Если я буду чувствовать, что некомфортно, ну, поскольку, как бы, изделие должно быть, должно носиться, да, а не просто лежать в шкафу. Видите, девчонки, у нас то солнце, то опять все пасмурно. Сейчас опять солнце вот вылезло. Тени, наверное, будут, не знаю. В общем, изделие должно носиться, поэтому буду смотреть. Если буду чувствовать, что мне некомфортно, придется перевязывать на тройку. Я пока это не стала снимать, мастер-класс, да, решила попробовать вывязать какой-то размер вот этой кокетки и определиться. Если все меня устроит, то я просто со второго моточка начну начало вязать на мастер-класс, показывать именно, как набирать петли, какое количество, как вяжется сама кокетка, все это покажу. Поэтому буду пока сегодня продвигать, вязать, смотреть. Дальше, это спинка. По спинке я решила сделать небольшой росточек. Вообще, я на маленькие размеры, когда вяжу круглую кокетку, в принципе, я считаю, что можно и росток не вывязывать. Хотя со мной уже спорили в комментариях по этому поводу. В кардигане у меня ростка нет. И довольно комфортно мне в нем находиться. И то, чего носила я без ростка прекрасно. У нас с ней 40-42 размер. И, ну, как-то, не знаю, комфортно. Если на больший размер, то я согласна. Конечно же, росток обязательно нужен. Здесь я решила сделать совсем небольшой, буквально 4 ряда. Вот здесь вывязала тоже. Это все сейчас пока смотрится как бы не очень. А когда одеваешь, получается, что вот они, 4 ряда ростка. И благодаря вот этому узору, они такими, знаете, вытянутыми лепестками здесь смотрятся. Ну, классно на спине, здорово получилось. В общем, можно было и 6 рядов, в принципе, росточка провязать. И было бы здорово. Ну, в общем, когда буду снимать мастер-класс, начинать я тут это все, конечно, проговорю, покажу. Ну, вот так вот, девчонки, вяжется у меня маечка. Как-то зацепил меня этот процесс. Хочется вязать. Прям, не знаю, вот сижу и не могу оторваться вяжу. Поэтому, надеюсь, что она у меня быстренько свяжется. Вот на такой стадии. Так, девочки, ну, все. У меня больше, в принципе, новостей никаких не было, поскольку, еще раз повторюсь, очень загруженный вчера был день. И вот все, что успела, то я как бы и навязала. Сейчас я этот влог закончу. И мне сегодня нужно еще снять готовые работы. В пятницу, пока моих дома нет никого, нужно будет снять, поскольку выходные у меня не получится. Выходные я хотела бы уже выпустить, да, на канал видео такое по готовым работам за два месяца. В том месяце я не снимала готовые работы. В этом месяце, за два месяца, мне нужно все работы показать. Поэтому сейчас займусь готовыми работами. Ну, и потом, после того, как домашние дела сделаю, конечно же, я сяду вязать маечку. Нужно продвигать картиган, довязывать коврик. Ну, посмотрим за выходные. Надеюсь, что у меня там тоже будут неплохие продвижения. В понедельник тогда начну снимать следующий влог, вам все показывать. На сегодня это все, девочки, буду заканчивать. Спасибо огромное всем, кто меня смотрит. Спасибо, просто огромное спасибо вам за ваши добрые комментарии. Так приятно читать. Приятно вот это с вами общение, обратная связь. Надеюсь, что у нас и дальше с вами будет продолжаться, как бы, вот это, вот эти добрые, да, отношения, как сказать-то. Поскольку в последнее время негативных комментариев практически нет. Там, может быть, один или два за месяц, наверное, у меня были, которые я удалила. А так, в принципе, только одни положительные. И меня это такой энергией заряжает, такое вдохновление дает работать. Большое вам спасибо, девчонки. Ладно, девочки, буду заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Будет еще очень много всего интересного. Всем до новых встреч. Пока-пока.